Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Потому что квадраты вот этих вот членов, они разбивались на произведение двух шкуров. А здесь войдет один шкур, только один шкур. Ну давайте, например, умножаем, пишем вот этот на комплексно сопряженный этот. Ну и начинаем. Что у нас стоит? Начинаем вот с гамма ню. Здесь у от В1, а здесь у от В1 сопряженная. Идем сюда. Другая гамма уже. Гамма ню. Другая гамма. Здесь уже сварается только вот с этим гамма. А здесь уже совсем другим, с другим, с другой гамма-матрицей. Поэтому, значит, здесь будет другой индекс. Берем у гамма. Здесь берем дальше. После сопряжения это будет У от В2 штрих. После сопряжения У от В2 штрих. Умножается на лучшую черту от В2 штрих. Получается В2 штрих со шляпой плюс М. А дальше идет гамма. А дальше идет гамма. С каким индексом гамма идет? Вот с этим индексом. Вот эта гамма идет. И дальше идет КО от В2. Она умножается на сопряженную вот эту. Поэтому будет В2 плюс М. Дальше. После этого В2 идет эта гамма. То есть это гамма ню. И идет В2 П1 штрих. П1 штрих со шляпой плюс М. Да? П1 штрих со шляпой плюс М. И все. Вот оно укеклость в это гамма ню. То есть будет шпур такого выражения. Будет шпур такого выражения. Надо почитать. Да? Неприятное дело. Ну что? Что делать? Что ты поделаешь? Дело упрощается. Вычтение шпур упрощается некими должностями гамма матришными. Такими гамма матришными должностями. Что? Гамма ню. На гамма ню. Чего это гамма ню? Ну? Четырем на это равно. На единичную матрицу. Правильно? Да? Гамма ню. На гамма ню. На гамма ню. Ню равно. Легко получить, используя просто стандартное общее свойство гамма матрица. Что? Антикомута на гамма ню, гамма ню. Это есть два гамма ню на единичную матрицу. Легко получить минус два гамма ню. Ну и точно так же легко получить гамма ню. Гамма ню. Гамма ро. Гамма ню равно чину? Четыре. Жень ро. Да? Четыре. Жень ро. Да? Четыре. Жень ро. Да? Единичную матрицу. Которую я не пишу, конечно. Да? Ну и последнее свойство, которое я еще напишу. Гамма ню. Гамма ню. Гамма ро. Гамма сигма. На гамма ню. Это равно минус два. Гамма сигма. Гамма ню. И гамма ро. Гамма ропардон. Гамма ро и гамма ню. Вот такие свойства вам есть. Гамма ропардон. Наверное, вам рассказывали про эти свойства. Да? Выводили вы эти свойства. И вот используя эти свойства. Ну и, приложив некие усилия, можно вычислить этот сред. Мы его вычислять не будем. Я напишу, конечно, сразу ответ. Да? Сразу ответ напишу. Для сечения. Для сечения. И более того, напишу я ответ в Е. Напишу ответ. Сечения центра инеркции, что ли? Или... Да ладно. Напишу ответ в редискеновариантном виде. Да? Напишу. Вот такой ответ. Напишу. Дальше, что? Дсигма. Дсигма дсигма. Ди- минус д-ди-ди-.. で-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Это есть 4-пь аж-в2DT деленное на sS-4S2. Откуда это? Это, конечно, от потока, вот здесь вы можете видеть, потока множителей и нулятный плазовый объем. А дальше квадрат маточного элемента, усоединенный и по суммированной популяризации. Ну, равен квадрат маточного элемента, равен большим единицам Т в квадрате. Т, это у нас передоксивность, опять-таки идем в переменное Т. С, С равно Т в квадрате, Т равно Т в квадрате, Т равно Т в квадрате, Нужно два шмиха в квадрате. Вот эти мандельштабы, мандельштабы, переместные. А здесь стоите. Вот что такое. С в квадрате плюс У в квадрате. В квадрате, деленное по балансу, так записывается. Плюс 4m квадрата. А Т минус n квадрат. Что это такое? Это квадрат вот этого квада, просформируемый усоединенным популяризацией. Плюс единицами У в квадрате. Квадрат этого квада, ну как он получается? Он просто получается заменой, да? Какой заменой? Т на У, да? Т на У. И значит получается С квадрат плюс Т квадрат пополам. Плюс 4m квадрат на У минус n квадрат. И перекрестный член. Перекрестный член, который там сложно вычисляется. И он просто такой. Таким образом. Плюс. Единственный вид на УТ. Вычисляется сложно. Более сложно, чем квадратный. А он выглядит проще. Он выглядит таким образом. С минус 2м квадрат. На С минус 2м квадрат. Вот так вот выглядит. Вот этот ответ. Точный ответ. Точный ответ. Точный ответ. Правда, в Бондонском приключении. Честный ответ. Ну нет жни мы перейдем к системе Ц with some problem. И рассмотрим пределы различные. Какие пределы у нас? Нелетевистский предел и ультра-летевистский предел. Что касается нелетевистского предела, то в принципе ответ мы можем написать сразу, зная ответ для улоновского взаимодействия. И нелетевистский предел будет достигнуть квадро в нелетевисте. Это будет альфа квадрат. Альфа квадрат в квадрате. Вот так я напишу. Альфа квадрат в квадрате. Левым это относительная скорость. А здесь я напишу так. 4 делится плюс 3 в космус влажа в вектор делить на синус минус четвертый вектор. Альфа квадрат в квадрате. Вот такой ответ. Ну, конечно, как-то не похож он мне на круглокулоновский, правильно? Ну, хотя немножко похож. Вот этот-то множитель есть, множитель, да? Но он станет более похож, нежели я перепишу это выражение. Вот в таком виде. Альфа квадрат. Так, понимаете, я еще не написал, что такое V. V это есть, я напишу, вот что такое. 2V делить на n. Это импульс, это масса. Двойным, потому что это относительная скорость, да? Или это можно так написать. Вот. А здесь я напишу вот так вот. Так вот напишу. Единица делить на синус в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате. Да? И на космус в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате. Да? О, 74-й, 75-й. Это такое. Важно. Опять я печатаю. Ах ты, Господи. Ну вот, вот такой ответ. Вот этот ответ должен вам больше говорить уже в вашем умнистерстве. Вот этот ответ чисто вы должны понимать, откуда этот ответ берется. Откуда он берется? Значит, как невидимистский ответ для тождественных частиц пишется? Невидимистский ответ. У нас есть клоновская амплитуда, клоновская амплитуда, альфа делить на mv квадрат. Ну ладно, я напишу. Не буду писать, где-то альфа мв квадрат, неинтересно мне. Мне нужно для тождественных частиц взять амплитуду от дельта, плюс или минус амплитуду от и минус дельта, да? И возлести по дельту на квадрате. Плюс амплитуда берется в каком случае? Тогда, когда мне нужно? Мазон. Ну, это не совсем правильно. Когда мне нужно... Плюс, когда я провожу антисимметризацию по состояниям конечных частиц, по орбитальным состояниям конечных частиц, минус, когда антисимметризация, да? А симметризацию, и антисимметризацию... В принципе, я должен проводить учит ease спиновое состояние. Полное состояние должно быть антисимметричным для полного состояния, должно быть антисимметричным для фермионов и симметричным для позоров. но полное состояние это есть спиновое состояние и орбитальное состояние теперь, что у нас имеется в случае электронов есть вообще 4 спиновые состояния, ну потому что внутренняя степень свободы спины 4 спиновое состояние но три из них это симметричное спиновое состояние и одно антисимметрическое спиновое состояние то есть я должен взять Если у меня спинное состояние симметрично, то тогда орбитально я должен брать антисимметрично. Так что 3 таких функций и плюс 1 плюс f от пин-пин-пин-пин-пин-пин-пин. Это вклад спина нот, это одно спиновое состояние, это вклад спины единицы. А орбит тетто это просто единица на синус квадрат тетто пополам. Поэтому я получаю ягодс миллиона 4. Получаю вот здесь синус 4, это квадрат тетто, плюс 3 квадрата, это 9 на 4. Это аналогичная единица. А здесь получаю минус 6. 5, минус 6, минус 7 квадрат тетто пополам. На какой смс квадрат тетто? Минус 6, 6 минус 2, правильно? 1, плюс 2, да? Получается, да, минус 1, 34, минус 1, вот оно понятно, минус 11 получилось. Вот это чисто негативский ответ, который вам должен быть понятен. Но надо учитывать, что вот здесь мы должны проводить для спины единицы, мы должны проводить симметризацию для спины, а не симметризацию по координатам А для спины ноги, симметризацию. Вот такой вот ответ. И если вы перейдете теперь все к общему координателю, то вы это выражение получите, насколько я понимаю, если это значит, насколько я понимаю. Да, правильно. Да, правильно. Вот так. Это ответ негативистский. Теперь негативистский ответ, который, ну, я не знаю, более для нас важен, что ли, более интересен. Негативистский, я повторяю, он получается из банковой механики, ничего для нас нет. Ну, а ультра-регативистский, ультра-регативистский ответ, конечно, он будет то задержать. Ясно, что он будет, при фиксированных углах, он будет падать энергией, и там будет падать энергией. Ну, он пишется так. Так, опять, чтобы не наврать. Напишу-ка, я сдую-ка я его. А вот, значит, он пишется так. А в квадрат, а в квадрат, а в квадрат, делить на s, я напишу, s, это, в которой есть четыре ε квадрата, да? А здесь стоит, здесь стоит 3, 3 плюс косм квадрат, это, да? 3 плюс косм квадрат, это, и все в квадрате. В них относилось в четвертый тетр. Вот такой линейский объект, ультра-регативный. Ну, что ему интересно? Ну, в общем-то, в принципе, понятно, что он... Так, числитель, конечно, предсказать-то не может. Знаменатель может предсказать. Почему? Ну, потому что это... он должен зануляться и при тетр равном нулю, да? Это вклад в первый диаграмм. И при тетр равном d, ну, просто из-за так же есть у нас частиц. Он должен зануляться и при тетр равном нулю, и при тетр равном π. И, ежели частица П1 штрих, ежели она летит под углом π, то частица 2 штрих под углом 0. Поэтому 174, это, конечно, понятно, что должно быть. Числитель предсказать, как мы можем. Но можем мы только сказать, что он там должен... не может содержать степеней выше, чем cos в четвертой детто. Это мы можем, конечно, сказать. Да. А больше относительных коэффициентов, конечно, мы можем предсказать. То, что Бабер как Егенцина Лиз, это тоже можно предсказать. И альфа квадрат, конечно, можно предсказать. Ну, т.е. качественное поведение, конечно, мы можем сказать, какое. А коэффициенты, в общем-то, они не очень важны. Так, и вообще, я не должен, когда выйти к экзамену готовиться, не дай Бог. Я должен просто обращать больше внимания на качественное поведение, а не на какие-то коэффициенты. Вот. Вот эти сечения, которые, конечно, наблюдаются. Это сечение, основное сечение. Когда мы... Ну, конечно, для электрон-электронных кучков. А как вы знаете, первые встречные кучки были электрон-электронные, конечно, да? Где они были построены, в первые? А? Сходили туда-сюда, из Москвы. Конечно, они были построены в Яфе, первые ручки. Ну, скорее. Чуть попозже. Они были построены в Яфе. Чуть попозже. И задача, которая ставилась... Основная задача, которая ставилась на встречных... для встречных кучков, она была проверка банковой терминалии. Сейчас, конечно, об этом практически все забыли, и уже говорят о проекте, то говорят о проекте стандартной модели. Все равно говорят о проекте стандартной модели. Но стандартная модель это что сейчас включает? Есть электродинамика, теорию слабок взаимодействия, теорию синийных взаимодействий, да... Есть единая теория слабых электромагнитных взаимодействий, теория варяя المiels-л Phillip a. И стоящая, вообще-то, отдельно теория синий SansSuite ы dealership вс is a direct listeners related to the qu Jointри kita, квадратную хромодинамика Все это вместе называют стандартной моделью и говорят о проекте вот этой стандартной модели Но стандартная модель эта появилась как Линотинал__ома, осознавил стандартную динамику и с reswinning S, И в 2010-х годах, а пучки появились, когда начали шестидесятые годы. Поэтому задачей была проверка квадратной электроэнергии. Ну и как проводилась проверка? Проверка проводилась таким образом. Говорили, ага, а вот у нас есть такая диаграмма. А если у нас есть другая частица, какая-то, не фотон, то есть еще вклад такой, когда здесь стоит q квадрат плюс какой-то λ квадрат. Не лянга, когда считалось, что, возможно, там и положительно, и отрицательно. Смотрелся вклад, не считался вклад с учетом вот этой диаграммы, и проводилось сравнение такой теории из эксперимента, и накладывалось ограничение на λ. Говорили, что вот, вкладывая электродинамика, поддон, у нас проведено до λ. Первые причины были, там, λ, порядка гв. До λ. Или, по сути, переводилось в расстоянии. В расстоянии. Единственная лянга, это расстояние. Говорили, что, вкладывая 15 льв, да, расстояние там есть минус 15 сантиметров. Так формулировались. Там формулировались результаты проверки. Сейчас, конечно, понятно, что есть вклад. Есть, конечно, другая диаграмма с Z-бозоном, с отменом Z-бозона. Конечно, ее надо учитывать. Но при тех энергиях, на которых были эксперименты, первый эксперимент, конечно, эта диаграмма, она давала абсолютно преднебрежимый вклад. Меня не чувствовали. А почувствовали где-то уже, когда достигли энергии встречных лучков, где-то, ну, 10 льв. Такого порядка. Так. Да. Так. Это вот сечение. Я имею в виду электрон-электронное рассеяние. А что получится, если мы будем смотреть не электрон-электронное рассеяние, а электрон-позитронное рассеяние? Электрон-позитронное рассеяние. Что получится? Конечно, изменится Элементы изменятся, но В принципе, мы можем перейти к электронно-электронному рассеянию Это кросс-канал для этого процесса Давайте перейдем так, что Пусть у нас в P1 Пусть в P- Это начальная электрон А в P1' P1' перейдет в P1' Ну ладно, P1' перейдет в P1' А P2' А P2' P2' П2' 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 4e2. 4e2. Ну, нефтизм это 4m2, а нефтизм это, конечно, импульс много меньше вас, поэтому, а нефтизм это геограмма вклада не дает, вот дает только, вот геограмма на свете. И вот такое сечение. Так, а в ультразвитвизме си геограмма и минус херкьюз, ультразвитвизм это. А, кстати, си геограмма по-довольному. А, си геограмма по-довольному. Правильно, ясно. Хорошо, молодец. Так, здесь видно. Это есть альфа квадратии, делить на S. Каким коэффициентом? Что там было? Какой у нас был коэффициент? На S просто. Да, правильно. Здесь было, помните, геограмма, геограмма, геограмма в России? Ну, 3 плюс космус квадрат тетта. Ну, половина. Не, просто тетта. Да, правильно. И шах квадратии. И делить на геограмма в четвертом тетта. Да? Вот такое было сечение геограмма в России. Да. Ну, ДО напишем. То есть, видно по ДО. А здесь, оказывается, геограмма похожа будет. Но, конечно, с минусов в четвертый тетта не может быть, да? Для электрон-электронного рассеяния было ноль в знаменателе для рассеяния вперед и назад. А здесь уж, конечно, такого не может быть. Известно, на самом деле, космус четвертый тетта пополам. Вот только эти множители противняются. Ну, конечно, это множители очень важны. Зануляют сечение. Не зануляют, а убирают ноль в знаменателе сечения для рассеяния на угол В. Вот такое получается сечение. Такое получается сечение. Да. И это сечение, естественно, тоже исследовалось на встречных E плюс и минус уже в пучках. Да. Да. А где были построены первые встречные E плюс и минус пучки? А? Ну, правильно. Не правильно. Первые пучки были построены во Фраскале. Вот я же... Вы увидите во Фраскале? Там и входят, и там буквально... Прямо эти пучки и стоят. И, вернее, тот... Ну, точно так же, как у нас стоит веб... Веб-1 еще, да? Петрогие поây�atron. Вы имеете шуток на геоитронного этих пешков. ceizaki там стоит... И написано и Youngılı словом, что впервые были построены пучки... Это правильно... Так оно есть. Но, правда, никаких экспериментов, никаких сечений на этих пучках не было измерено. Потому что светимость там была такая, что ничего нельзя было померить. Правильная светимость была. Только было продемонстрировано, что есть соударение, а никаких физических результатов на этих пучках не было полностранности. А вот уже после этого были построены пучки. И на них тоже проводилась проверка конкурентов. Ставились ограничения на крыльчную лямбда. Какие же ограничения? По правилу лямбда я уже не помню. Но тоже были ограничения лямбда больше, чем порядка ГЭВа. А означает, если перевести в расстояние, то электродинка справедливо до расстояния больше, чем 2 на 10 минус 14 сантиметров. Вот так. Теперь, а в настоящее время какую роль играют эти процессы электронного расстояния? Сейчас же есть пучки? Какова же роль? Во многом негативная роль. Почему? Фоны. Это большие сечения. Нас интересуют какие процессы? Редкие процессы. Редкие. А эти дают большие фоны. От них летит много частиц в детектор и затрудняют работу. Правда, есть положительные. Иногда они используются и в положительном смысле. Играют в положительную роль. Почему? Сечения небольшие. И эти процессы, делаем вот еще, что вклад, скажем, в процессы на малые углы, да даже и на большие, при небольших сравнительных энергиях, они легко вычислили. Они могут быть вычислены. Ну конечно, вычислять надо не только, это же фондовский вклад. А потом надо вычислять радиационные поправки. Но радиационные поправки, они считаются. Если радиационные поправки, это просто манго-электродинамические, то они считаются. Их можно просчитать. Другое дело, что когда есть поправки уже, скажем, поправки связанные, есть поправки, которые нельзя просчитать. Скажем, вот этот вагон, он может распасться так виртуально на агронное состояние, да. А потом эти там агронные состояния, то есть здесь может быть такая вот эта вагон, распасться на кварт-антиквартовую пару, да. А потом опять собрался. Но эту диагонку посчитать нельзя, да. Потому что здесь сильно, кварт-антиквартовую пару, это же сильно взаимодействующие частицы. Они там обмениваются глионами и, в общем, посчитать нельзя. Во всяком случае, опять, при небольшой передаче динкуса до 10-10 г в квадратных посчитать нельзя. И поэтому, значит, вот при кв квадрат... Но, можно сразу сказать, что эта диаграмма при малых кв квадратных, при малых квадратных, при кв квадратных меньше, чем агронная масса, квадратно-адронной массы, и эти диаграммы малые в квадратные. И поэтому при малых кв квадратных не можно пренебречь этими диаграммами. Точно так же, как можно пренебречь при малых относительно кв квадратных, можно пренебречь вкладами Z-мазонов. То есть, при малых кв квадратах... А малые кв квадраты означают что? Либо малость в углу, либо малость в углу. Малая энергия, конечно, обеспечит малость кв квадратных. Ну, если энергии даже не маленькие, но углы маленькие, то все равно квадрат будут маленькие. И тогда процесс хорошо считается, что он может использоваться для измерения сентимости. И вот он использовался... процесс электронно-электронного растения на малые углы использовался для измерения сентимости. Например, на лэпе. Правда, лэпы сейчас уже и нет. Ну, он использовался, и давай управляем этот процесс для измерения сентимости. То есть, есть что-то положительное в этот процесс. Кроме вот такой плохой роли создания панта, играет и награет положительный процесс. Что еще о нем сказать? Все, вам тут пока хватит. Значит, теперь перейдем все-таки уже процесс еще более рассматривать, но уже никак не о течении будем говорить, а будем говорить о получении потенциала взаимодействия, потенциальной энергии взаимодействия между электроном и кваситроном. С точностью дом v2c2. Как вы знаете, при взаимодействии между электроном и кваситроном, вообще между любыми частицами, нельзя описывать потенциал. Потому что есть запасность. Я же на скорости сравнился со скоростями света. Но необходимо учитывать запасность. Но точностью v2c2 можно описывать с помощью потенциала взаимодействия. Вопрос в том, как получить этот потенциал. Но мы знаем, что потенциал, скажем, кулонский потенциал, мы знаем, да? Знаем. Мы знаем, что это есть в единице наверх. Или там в... Как выкручено представление этой единицы, как у квадратных пунктов передачи их пульса. Может, что это будет плодовственный потенциал. Мы можем получить потенциал взаимодействия между электроном и ядром, да? Используя уравнение Дирака, да? Используя уравнение Дирака, вы можете из уравнения Дирака извлечь потенциал взаимодействия. И, хотя бы не к хиевскому предрешению, но сохраняя членов его квадратных цифроват, можете получить, значит, что там входит. Спин орбитальных взаимодействий, например, есть в этом. Между... для электрона в поле ядра. Есть спин орбитальных взаимодействий. Его можно получить из уравнение Дирака. А вот если у нас есть электрон-электронное взаимодействие, или электрон-позитронное, или электрон-гиодное взаимодействие, как получить по тем самым взаимодействия с точностью до выхода С квадрат? Как получить? Ну, можно оказывается. Можно оказывается. Сравнивая... Сравнивая... Амплитуды растения в нейктийской... В нейктийской фанглой механики. Вот в реке есть амплитуды рассеяния, которые вы найдете в празднице филе. Почему? Потому что мы же знаем, что амплитуды рассеяния, в нейктийской фанглой механики, Какая форма для амплитуды перехода? Амплитуды перехода из минус F. Это минус H. Но H я не пишу, потому что это единица. А это есть интеграус ДТ в степени... Амплитуды перехода. Вернее амплитуды перехода. Вернее амплитуды перехода. Амплитуда возмущающего потенциала, по-моему, в квадрате. Амплитуда... Ватерсный элемент возмущающего потенциала между началом и количеством состояний. Какой же этот возмущающий? Он может зависеть от времени, а может и не зависеть от времени. Все равно эту формулу приняли. Эта вот формула теории возмущений, временной теории возмущений для негативистской фанглой механики. И вот давайте эту формулу сравним с формулой, которая у нас есть. Значит, у нас есть SFE. Деагональные переходы не будем рассматривать, поэтому дельта-функционные члены здесь выбросим. И напишем, что SFE это есть... Мы уже напишем тут... Дельта-функция... И правда здесь стоит еще, да? Дельта-функция от... Четырехмерной дельта-функции... От BE-BF... Да? Естественно, MFE... Это вот матричный элемент. Речийский вариант матричный элемент, который выписывается по правилам Фельмана. Ну, правда здесь зависит еще от набировки. Если нормировка выбирается так, что в единице объема есть одна частица, то когда здесь стоит корень квадратный из произведения по начальным частицам, два ε, вот как пишется амплитуда перехода. И она здесь совпадает с вот этой амплитудой. Опять же, в том случае, если одинаково выбраны нормировки состояния. Так, теперь... Что такое у нас... Ну, давайте рассмотрим переход... Начальное состояние у нас, это двухчастичное состояние. И по 1 и по 2, да. А, конечно, по 1 и по 2. И тогда... Что это такое? Что это за... И пока, для простоты, не будем считать раздействительными частиц... Частиц... Ну, скажем, мы рассматриваем электроны ионные. А если это между электронами ионами? С между электронами ионами. Так... Значит... Тогда... Что такое? Введем... Как вычитать матричный элемент? Вот у нас... Вообще говоря... Вы должны взять... Я написал... Написал здесь... УФИ, да? Что это такое? Вы должны взять оператор взаимодействия... Оператор взаимодействия между этими частицами... Вообще говоря... Если это заряженные частицы... Не в электроне есть... То этот оператор взаимодействия от спинов не зависит... Да? Это просто является на Р... Да? Именно ставят... Ну, а если это не... Не квадратный электрон... Ну, а если это... Вообще... Не... Уже мы учитываем... Там спин, орбитальный взаимодействие... Учитываем... То есть, учитываем поправку... В квадратности в квадрат... То тогда это уже какой-то оператор... Вот это... Ум... Это оператор... Который зависит... От чего он зависит? Конечно, он зависит от операторов... Что импульса за частиц... И... И... От координатов... Относительные координаты... Эти частицы... То есть... Мы можем так... Это на самом деле... У... От... Р... Р... Это относительное... Расстояние между частицами... П1... Это... И П2... Это операторы импульсов частиц... То есть... П1... Это ДПДР1... Р... Р... Но важно то, что эти операторы не коммутируют с R, с R не коммутируют оператор. И когда мы пишем вот так, то мы должны договориться о порядке оператора. Договоримся так, чтобы все операторы импульса стоят после оператора в координате. И тогда, что у нас такое, вот этот материчный элемент. Начальный элемент, мы должны вот этот оператор умножить на волновую функцию начального состояния. И потом слева умножить на сопряженную функцию конечного состояния. Но при этом начальное состояние. Какое у нас начальное состояние? Это есть. Так, все они написали. Это волновая функция спиной волновой функции. Значит, у нас теперь спину чистят. Это спиной волновая функция? Да, вроде как. Я еще не сказал. Здесь еще и операторы спины стоят. Но операторы спины они не с собой коммутируют. И, мне кажется, коммутируют в два раза за частиц. Потому что лишь оператору только они не надо коммутируют. Поэтому, значит, а их порядок можно и не договариваться. Ну вот, ладно. Здесь стоит F1, F2. Потом стоит E в степени. Волновые функции мы нормируем, как я уже сказал, на одну частицу единицы объема. Поэтому это есть F1, 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 F2, F2, F2. И мы действуем вот сюда. У действуем. У действуем. У операторов. Я не пишу. Ну хорошо. Р1, F1, 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 F2. Ну, я могу здесь, поскольку я работаю в координатном представлении, беру волновые функции в координатном представлении, уже R могу просто писать просто так. T у меня оператор. Но, поскольку эти операторы действуют сюда, то они выдают мне числа F1, F2. F1, F2. Числа же ты решила. Ну еще, это матрица, конечно, в первом пространстве. Это матрица, да? Она содержит операторы спины. А что такое операторы спины? Это сигмоматрица. Сигмоматрица есть еще. На F1, F2. И здесь как бы умножить на F1' на F2' И умножить еще на E степени. Здесь на E степени минусы F1' на F1, минусы F2' на F2, да? И проинтегрировать. То есть, получится что? Здесь получится F1 минус F1' на F1' плюс F1' на F1' плюс I плюс F2' на F2' И проинтегрирую по D1' ДР2' Вот какой мы матрица, например, получили. Вот это вот есть матрица. Его должен быть равен вот этому матрицу, например? Вот этому матрицу, например, должен быть равен. И так, это дает нам возможность получить U, U, оператор взаимодействия Ну давайте еще возьмем, как мы переговорим Возьмем, например, интеграл, мы возьмем DR1 и DR2 Это есть что такое? DR, это есть DR1 и DR2 Р1, DR1, DR2, правильно, DR1, DR2 Тогда я подозначил, по один из паренючских Это есть Q, да? Интегрирование по R2 PR2, интегрирование по R2 Что нам даст? Дело в том, что U зависит только от R, не зависит от R2 Вы перешли к интегрированному ПДР и ПДР2. У зависит только от Н, а так два не зависит. Интегрированному ПДР самому может провести. А может, что нам даст? Ну, конечно, вместе с интегрированным по времени, вместе с интегрированным по времени, оно нам даст 2D в четвертой, 2D в четвертой, 4-мертную дельта-функцию, да? ПИ-ПР, правильно? Это суммарный начальный импульс, суммарный конечный импульс 4-мертный, да? А здесь остался интеграл пол ДВР только. И от чего? Здесь ПИ минус ПИ в четвертой. О, такой интеграл остался. Всё. Таким образом, мы должны применять два выражения. И сокращаем. 2D в четвертой дельтой функции сокращаем. Получаем вот это. Вот, что мы получаем. И если мы обзовем вот этот интеграл интеграл от У от Р на Н, ВДР, Н, обзовем его, как как У от КУ, ПИ-П2. Получаем, что это равно, Минус, Фи один штрих крест, Фи два штрих крест, КУ от КУ, по один, по два. Вот так. Я по определению У от КУ, вот это вот У от КУ, это что такое? Здесь ПИ-П1' обозначили минус КУ. Вот. КУ равно ПИ-П1' Да? Всё. Ну, вот это КУ от КУ, это вот есть по определению У от КУ. КУ, ПИ-П1, ПИ-П2. КУ от КУ, ПИ-П2. По определению это равно. Всё. Вот вы получили... А! Здесь ещё умноженное на... Умноженное на... Умноженное на... ПИ-1, ПИ-2. Вот мы получили... ... Получили... ... Возможность найти У от КУ. Но если У от КУ нашли... У от КУ это что такое? Это оператор, ну не оператор уже, правда, это оператор еще в спинном пространстве, а здесь уже в импульсах просто несколько, ну то есть операторы импульсов мы уже заменили на их собственные значения, потому что он действовал, этот оператор, действовал на состояние с определенными импульсами. Вот и все. Вот мы такое правило получили. Такое получили правило для определения У. Это У можно сказать, что для определения оператора за его диски в импульсном представлении, а в координатное, мы можем, правило перехода в координатное представление, вот мы можем его. Это вот связь с каждым импульсом на координатное представление. Нет проблем и найти координатное представление. Правда? То есть, немножко, немножко, я, немножко, есть обман, небольшой обман, да? В чем заключается? На самом деле, для определения этого оператора, нужно рассматривать не С-матрикс, а У-матрикс. Знаете, в чем? Помните, в чем различие между С-матрикцей и У-матрикцей? С-матрикс мы берем как предел У-матрикс при времени, стремящемся к бесконечности. В С-матрикце у нас считается, что сохраняются импульсы частиц, сохраняются энергии. Есть закон сохранения энергии. И, значит, закон сохранения энергии существует, да, и, да, существует закон сохранения энергии. На самом деле, на самом деле, на самом деле, вот здесь, когда мы считаем, когда мы смотрим переходы с помощью старой, с помощью нейритической хватовой механики, то мы, значит, у нас, на самом деле, не докладывается никакого ограничения на импульсы конечных частиц. Вот такого, на импульсы конечных частиц. А здесь, как накладываем ограничения на импульсы конечных частиц, они у нас, эти импульсы, ну, закон сохранения энергии, и то, что частицы лежат на, импульсы частиц лежат на массовой поверхности, у нас, мы, на самом деле, получим дополнительные ограничения, скажем, скажем, мы можем вычислять по-разному. Ку-квадрат, используя на том сохранение энергии, и то, что частицы лежат на массовой поверхности, у нас, мы, на самом деле, получим связи между าม, х.. B2 Pr if P2sq2. В то время как здесь у нас P1sq2 – это y1 в этом месте P1sq2 – это y1–q2, а p2sq3 –х3ъ2. Это есть b2 плюс u в квадрате. И они не связаны между собой. А здесь они у нас, когда используем запросы хранения, они связаны между собой. И это, вообще-то говоря, создает неоднозначность при вычислении вот этой части. Ну вот мы увидим, какая-нибудь неоднозначность. Нам на это часто не означают внимания, скажем, в нижней мистерской улице стоит педаевского, именно вот это правило используется. Но надо понимать, что это не совсем, что вообще говоря, это правило не позволяет найти. Вот такое соотношение с частицами, количественными на массовой боятости не позволяет найти у от п. Почему вы сейчас видите? Давайте посмотрим сначала вкладку в одну диаграмму. То есть, считаем, что есть только взаимобейство. Ну и какой диаграммы? Давайте. Вот эта диаграмма. Есть, скажем, пусть у нас эта частица электрона, а эта частица мио. У них разная масса, это разные частицы. Поэтому, значит, у нас есть только вот эта диаграмма. И мы, что мы должны получить? Мы должны эту диаграмму написать. Как мы должны написать? Как мы должны написать? Мы должны здесь написать следующее. Что там? Какой там у нас так был? И е квадрат. Ладно. И е квадрат. И е квадрат. А, это и е квадрат. А, это и е квадрат, да? А е квадрат было просто е квадрат. Е квадрат. У с чертой от п два штрих гамма бюм. У с чертой на гамма-мю у делается на 2 эпсилон 1, 2 эпсилон 1 штрих, 2 эпсилон 2, 2 эпсилон 2 штрих и деленное на кв 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 Давайте напишем сюда минус, а сюда напишем, что такое Q, это P1-P1', вот здесь Q, P1-P1', P1'-P1', и с другой стороны это есть P2-P2', из закона сохранения четыре импульса, закон сохранения четыре импульса у нас будет. Вот, значит, теперь как мы можем написать здесь, то есть Q мы можем написать, здесь минус Q2, минус Q2, это есть здесь четырехпятный Q2, это есть P1-P1, ну то есть Q2-P2, и минус, здесь мы можем написать либо X1, либо X1' в квадрате, а можно написать, если у нас энергия сохраняется, можно написать X2-X2' в квадрате, да? Но это принесет, опять попытаемся выразить, что такое X1-X1' это есть корень квадратный из P1 квадратный из P1 квадратный из P2-X2' минус корень квадратный из P1' Что такое X1' и P1' и P1' в квадратный из C2' Если это будет, записали как ε1 минус ε4, да? А если возьмём и запишем через ε2 минус ε2, это будет корень квадратный sp2 в квадрате плюс m в квадрате, минус корень квадратный sp2 минус ум в квадрате плюс m в квадрате, да? И, да, и вообще говоря, мы получим разную зависимость от q, от квадрата и q, используя разные выборы То есть мы получим неоднозначность в этом самом потенциале Поэтому, на самом деле, ещё раз повторяю, нужно размагрить элементы у матрицы, а не с матрицы, для того, чтобы получить однозначно выражение для потенциальной энергии взаимодействия Правда, это удаётся обойти, ежели не нужно рассматривать вот такую величину Ежели такую величину не нужно рассматривать И в самом деле... Но, если мы будем работать в квадратной калибровке, то нужно учитывать эту поправку То есть она такой вклад Относительный вклад этой поправки какой? Это как раз в квадрате c квадрат Потому что, смотрите, что это такое? Это же... Я написал уже два корешка Понятно, что масса мы считаем большой Импульс маленький, корешки разлагаются Массы сокращаются И здесь остаётся q квадрат То есть это квадрат импульса, да? А здесь остаётся члены m квадрат делить А, следуя, какие члены в квадрате? q квадрат делить на u q квадрат делить на u q в квадрате 4 делить, m квадрат Корень 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 Ну... q в квадрате девить на u корень разлагается, так получается p в квадрате делить на n Энергия в квадрате. Массы сокращаются, остается нечисткой энергией. В квадрате лить на m, потом она в квадрате. Получается в квадрате на m в квадрате. В четвертой пошло на m в квадрате. Это в квадрате c квадрат меньше, чем вот эта часть. Это маленькая часть. Но, если мы хотим все-таки члены в квадрате c квадрат удержать, то нам, если в чистителе нет каких-то дополнительных выделений, если мы не обращаем внимания на чиститель, то надо удерживать этот член. Ну и с вами видишь, мы работаем в фельминовской калибровке, когда суммируем здесь гамма-мю в гамма-мю. Вот такие и надо удерживать этот член. Можно это обойти, обхитрить. И каким образом? Работает не в фельминовской калибровке, а в кулоновской калибровке. Что это калибровка? Это такая калибровка, когда у нас здесь есть кулоновская калибровка. Ну, я уже говорил, что это кулоновская калибровка. На самом деле, в общем, в случае, здесь стоит у нас гамма-мю. На гамма-мю и сворачивается с неким дневным ню, которое можно написать как же-меню. Это фельминовская калибровка. А можно добавить к этому же-меню какие-то части плюс некое хи-мю на ку-ню и плюс плюс ку-мю на хи-мю. Мы только какие-то части добавим, да? И они не дают вклад в матричный элемент, потому что ку-мю умножается. Ку-мю в этих обкладках равно нулю. Ку-мю со шляпой в этих обкладках равно нулю. И в этих обкладках равно нулю за сохранение тока. Но мы можем подобрать ку-мю и ку-мю таким образом, что вместо этого у нас получится следующее. Получится, значит, d0-0, d0-0 получится равно, чему d0-0 получится равно? qu квадрат, 4-мерный квадрат на q вектор в квадрате, да? Дельта и житая будет равно дельта и житая минус куида у житая делить на ку вектор в квадрате Вот так. Я же не забрал вас на этом, но это наверное будет так. Давайте попробуем такое хи-мю. Возьмем такое, что хи-ито это есть минус курицы и плюс Так. Возьмем хи-ито. Вот у нас есть 4-х вектор хи. Ну он не обязательный 4-х вектор. Главная величина имеющая 4 компоненты. А потому что функциональные свойства не обязательно нормальный лолинцевский 4-х вектор. Я повторяю. Главное, что это 4-х вектор хи-ито это есть куито делить на ку вектор в квадрате Ну как раз для... мы получим это выражение для дельта и житая. Минус дельта и житая плюс курица и житая делить на 2. На 2 см в квадрате. Ну и можем выбрать хи-ноль такое, чтобы получили... Здесь было единица. Ага, было единица. Житом ноль было единица. И если мы добавим на ку вектор в квадрате здесь... Минус ку ноль в квадрате. Минус ку ноль в квадрате, то получим... Ага, здесь минус ку в квадрате. Или такой вектор в квадрате. Так. Минус. Так. Правильно. Вот. Это что-то такое. Да и если возьмем хи-ноль, хи-ноль равное... хи-ноль равно... ху ноль... ху ноль или на 2 квадрат в квадрате, то как раз это и получим. Как раз это и получим. Так вот. Эта калибровка называется кулоновской калибровкой. И что? В чем преимущество этого рассмотрения? Вы помните, что у нас проблемы возникали с тем... Вот здесь член был рядом с ку вектором в квадрате, стоял... То есть стоял четырехмерный в квадрате. Здесь стоял четырехмерный в квадрате. Ну, с другим знаком. Но, здесь, видите, когда мы смотрим ноль-ноль компоненту, ноль-ноль здесь компоненту для меню, то... Четырехмерный в квадрате сокращается и получается только трехмерная часть. Только трехмерная часть. Вообще, я повторяю, с правилом минус ку в квадрате. Минус ку в квадрате. Вот это точное выражение. Минус ку в квадрате. Но, знаете, когда мы расслабиваем... Теперь перейти к такой калибровке. И у нас... Я ноль-ноль компоненту. Ноль-ноль компоненту. Получилось. Ку в квадрате минус ку в квадрате сократилось и заменилось просто на ку вектор в квадрате. И нет проблем с нулевой компонентой ку. Теперь, что касается ежедневных компонентов, пространственных компонентов, то здесь остается... На самом деле, кв квадрат четырехмерный остается. Но пространственные компоненты, они сами по себе валы. Почему? Потому что матричный элемент... Понятно, что здесь, когда стоит нулевая компонент, то матричный элемент в нелютилизме, это... Вот это матричный элемент. Он имеет нелютилизмский предел. И этот предел нелютилизмский, это порядка массы. С нашей нормировкой. А пространственные компоненты... Это нелютилизмский предел, это порядка импульса. Он матричный по сравнению с нулевой компонентом. Пространственные компоненты здесь. Малампа сравнивается с нулевой. И поэтому для пространственных компонентов удержание нулевой компоненты здесь не нужно, не нужно заключение точности. А для нулевой компоненты мы переходим к калибровку, уничтожили здесь 4-х метра по квадрату или 4-х метра, и всё, поэтому проблем не возникает. И вот этот трюк и проделан, использован в книжке, говорившем в Митаяске. Но, повторяю, нежели рассматривать другую теорию, например, скалярное взаимодействие, где нельзя перейти в какой-то рюкот, ну, конечно, нельзя использовать этот трюк с переходом в калибровку. И такое рассмотрение, такое приравнение приводит к неправильному, к неопределённости в извлечении ума. Вот на это я обращаю ваше внимание. А далее, понятно, что в электрикнабике проще использовать переход к калибровке, как это сделано в книжном ресторане, завалившись с педоевством. И вы такие фрукки вычисляли. Когда? Значит, в нулевой форме. Здесь суммирование у нас есть по µ, но суммирование означает суммирование по... Это мы должны что сделать? То есть нам надо взять, так я напишу, гамма ноль, умножить, напишу, на гамма ноль, делённое на q, в квадрат в квадрате, вот это q квадрат сократилось, да? и минус гамма ноль и минус гамма и та умножить на гамма и та умножить на 100 и ж та и ж та, минус qи та Х у та и ж та, И здесь тоже деленное на пул вектор в квадрате. Опять, минус, ну не метр, плюс вектор, минус. Да. Но по разным причинам я говорю, что здесь мы в нулевой компоненте просто карибровкой проводили знаменатель в кул вектор в квадрате. А здесь выбрасываем кул в квадрате по сравнению с кул вектором в квадрате, потому что эти самые матрицы элементов уже малые. Ну не трудно посчитать эти матрицы элементы, просто простейшая алгива. Вы же вспомнили, какой вид у нас имеет у? У у нас имеет вид у от п. Это есть корень квадратный из ε плюс m, да? А здесь стоит φ, а здесь стоит φ в квадрате. А здесь стоит φ в квадрате. Вот у нас что такое у. И, конечно, мы можем эти матрицы элементов все свести к матрицы элементов между φ. И это делается элементарно. И, конечно, мы легко получаем следующие ответы. Следующие ответы. Какие же ответы мы получаем? Давайте я все-таки вам это выпишу. Конечно, вы сами можете легко их получить. Ну вот. Так. Так. Вот я напишу. Фу святой от φ1' φ1' γ0 φ1' деленное на корень квадратный из 2 ε1' 2 ε1' это равно φ1' штрих крест а здесь стоит 1 в векторе квадратный делить на двое и плюс π σ Это σ понятно, что у нас будут символы матрицы для матрицы спина для первой частицы и для второй частицы. Конечно, это для первой частицы. Я здесь не указываю. А здесь q на b1 векторное произведение деленное на 4m квадрат да? да, q квадрат пардон, что я написал? минус q квадратный или на 8m квадратный так на 4 векторное и на φ1' вот видите здесь когда нулевую компонентную вычисляем то у нас вот главный член единица для этих членов поправки порядка vc2' когда когда теперь у щитой от f1' на гамма вектор на u1 деленное на это корень входит квадратный из 2х1' 2х1' здесь это будет уже сразу член маленький это будет φ1' крест а здесь будет такое выражение и σ на q векторное произведение плюс плюс 2 то и плюс квадратный сигма ватрикс а здесь здесь единичный ватрикс который как обычно не пишется и это умножается все на φ вот такие ватричные элементы их подставляют сюда сворачивая сюда подставляем ватричные элементы сворачивая ватричные элементы получаем агентеум наверное я его описывать не буду потому что мы еще должны его обсудить и ватричные наверное надоело нет? ну мне надоело уже читать вопрос а где вы найдете где вы спросите вот это хороший вопрос конечно а вот есть такие системы которые называются позитрони что такое позитрони это связанное состояние электрона и позитрона ну наверное интересно знать уровни позитрони то есть энергии связанных состояния хорошо узнать энергии ну понятно что сначала можно сказать что это что такое в первом приближении или в нулевом приближении что это такое это те же самые уровни атоме водорода но только с приеденной массой вместо массы электрона надо брать определенную массу и все а ежели мы хотим поночнее узнать что мы должны знать потенциал сточность v2c2 вот здесь они и используются и этот герметериан взаимодействия электрона и электрона и электрона называется герметерианом обычный герметериан брейта да в этот герметериан вы понимаете что вообще-то для электрона и позитрона мы рассмотрим пока только одну диаграмму да а есть еще другая диаграмма а не галлиционная ее тоже надо рассматривать она тоже в принципе дает вклад в этот герметериан брейта но мы пока занимаемся отрасеятельной диаграммы да и ту не кончили но в принципе я после того как мы выписали вот эти вот памятничные элементы вычисление вклада России в эту диаграмму оно просто прияльное я ответ могу выкисать но хорошо бы вы если бы вы взяли для дома сами бы вывели этот ответ было бы замечательно на что о чем я могу только мечтать ну ну ладно давайте может кто-нибудь выйдет можно еще вопрос да а таким же образом можно в акцию порядок так я же говорю что нельзя почему да потому что имеет смысл говорить о потенциальной энергии взаимодействия только 2 квадрат и 3 квадрат дальше надо учитывать запасдывание не описывается система понимаете запасдывание надо учитывать ну вы понимаете что мы когда мы говорим о потенциальной энергии да мы говорим о дальнодействе Энергия, видите, она у нас не зависит от времени, потенциальной энергии, правильно? Это значит, что у нас взаимодействие мгновенно, мы считаем, что мгновенно есть взаимодействие и летальное действие есть Ну это же неправильно, да? Вы же знаем, что сигнал распространяется с точностью до... со скоростью света, да? Не больше Хотя вот и появлялись такие экспериментальные результаты, что нефина со скоростью большей скорости света как-то распространялась Но как-то их быстро оттуда дезагуировалось, да? Но мы считаем, что нет скорости большей скорости света, а поэтому надо учитывать запасывание Если мы хотим добиться точности больше, чем b квадрат, c квадрат, надо учитывать запасывание Необходимо, это вам, вы учили, вас этому учили? На каком курсе? На первом или втором? А? На первом? На первом Ну ладно, хорошо, вспоминайте, что вы в четвертом классе учили на первом курсе Ладно, все, еще вопросы? Ну вот для оптимизма забыть, не можно так же кондициал обучить? Ну вот, если я с вами живет, если я кстати... Что в том, что лучше делать? Да, у матрицу рассматривать, если не учитывать законы... То есть, то, что в фактах надо на учитывать? Да, 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 да Ну вот, да Ну я не знаю, в лекциях приедет пример вычисления Для случая, когда нельзя избежать выборов тренировки, нельзя избежать учета нулевой составляющей вектору устаминации Да Да Еще что? Ну, проактивный, проактивный Ну, проактивный, проактивный Ладно, я тоже не буду вас мешать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!